Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть с Карим. Мы по-прежнему находимся в руинах двемеров. В последней серии мы попали в параллельное измерение, где демон по имени Хермеус Мора в своем измерении Апокриф попросил у нас Тайны Скалов в обмен на последнее знание, которое есть у Мирока, чтобы мы могли сравняться с ним в Сирии. Поэтому сейчас мы пойдем туда, потому что мы согласились и я не думаю, что сейчас это будет просто, но тем не менее как-нибудь уговорим, я думаю. Скалы напомнят это поселение, которое находится в горах местных. Там у них купол, они его держат. Таким образом защищаются от Мирока. Посмотрим, удастся с ним о чем-нибудь договориться или нет. Может придется порезать кого-нибудь. Потому что какой-то симпатии я к ним не испытываю, а ради достижения своих целей. Попков, в принципе, готов на что угодно. Особенно если деревенька такая глухая и беззащитная. Так, ну что, дорога, я думаю, будет довольно долгая. Кстати, говорили, что где-то около гриба, к которому мы ходили, есть... Ой... Хорошо так мы попали. Учитывая, что на улице день. Так, морозный дракон. В красулхах. Так, что мы можем делать? Починение вольное у нас работает, нет? Не попали. Доша, давай аккуратно. Это наши пришли? Ломайте его к чертовой матери. А я пока возьму соловьиный лук. Стрелы надо какие-нибудь получше, потому что эти просто мусор. Ну, хотя бы вот так. Уже, чтобы получше. Так, сейчас он приземлится. Не, ну это, конечно... Там еще маг наш. Боюет, я смотрю. Хороший начало серии. Вполне в духе такое. Так, ну. Пошло. Пошло, хорошо. Ломайте его к чертовой матери. По-моему, не попало. Он сказал, что ты в духе. Мирик вернулся. Вы все падете. Давай посмотрим, кто кого. Ребята, ломайте его к чертовой матери. Иногда. Не очень беспокоит, честно говоря. Душа, ты просто молодец. А, посмотри, вон он. Фу, вот это было опасно. На самом деле, не очень, но... Так, драконья кость. Кстати, теперь из драконьих костей и чешуи можно собирать, по-моему, оружие. Но для этого нам нужно будет сходить в кузнецу. Ну, мы, в принципе, идем в деревню скалов. Я думаю, там... Можно будет все это проделать. Только посмотрите, что для этого нужно. Так, один наш, а вы остаетесь, я так понимаю. Ну, ладно. Пойдем дальше. Скалы где-то вон там. Это я точно помню. Ну да, точно направление выдал. Хорошо, давайте убираться. В принципе, Арвока призывать бы не помешало поскакать на нем. Но я думаю, пойдем пешком. Тоже по-своему интересно. Ох уж эти дикари. Тут такие руины, они... Свои нехитрые. Подожди, а тут... Ну-ка. Нет. Так, хорошо, пойдем. Кузнеческих каких-то инструментариев здесь не замечено. Это к себе домой пошел. Ну и ладно. Пассивную помощь нам оказал. Уже хорошо. Нет, все-таки, я думаю, надо призвать Арвока. Потому что пешком тут пилить придется очень-очень долго. Всю серию займет. Так, это у нас не здесь. Это у нас... Глюзи, по-моему, изменений. А что, даже не помню. А, вот. Все хорошо. Вот и ты, моя лошадка. Какой же ты все-таки страшный. Елки-палки. Так, хорошо. Пискакали. Ой, так. Доша, как и обычно. Пойдешь пешком. Прощай, Дермидонт. Здесь мы, кстати, по-моему, еще не были. О, что это там происходит? Явно что-то плохое. Раз там тролли заломали. Это сприганы, что ли? Да, похоже на то. Так, придется повоевать. Магия тоже не восстанавливается. Блин, надо было подождать все-таки. Сприган, что-то какой-то вредный. А ты, Дермидонт, убил, что ли, этого оленя? Такое ощущение, что они управляют оленями, да? Посмотрите просто. Он весь какой-то был под воздействием. Да, пакость. Давайте попробуем съесть. Уязвимость к магии от врат. Я его только нашел и сразу. Так, ну сейчас этого возьмем. Все, хорошо. Интересно, а как это водой пропитать? Может тут? Это у нас побочная заданность, кто не помнит. Ну, как-то незамечено, честно говоря. Ладно. Арбуху там уже... Все, похоже, ушел. Ладно, пойдем пешком. Черт с ним. Чья-то лодочка, надо быть осторожным. И там вон кто-то стоит. Давайте подкрадемся. Ты, конечно, мне всю контору спалишь. Ну, ладно, пойдем. Разбойники. Пристанище Бьёльды. Или же обычные торговцы. Ну, не знаю, но попухать любят, я смотрю. Пока что вроде тихо. Просто пройдем мимо. Ограбим маленький все. Так, окей, пустой. Вот денежки ваши возьмем. Дормидон, тихо. Капец. Шутит. Ой, шутит, говорю, шумит. С этими своими криками. Так, вроде все спокойно. Я понял, что это за место. Я просто с другой стороны зашел. Мы тут уже были. Здесь мы убивали нордов. Я забываю, что этот остров довольно маленький. И если идешь в ту сторону, то довольно быстро дойдешь. Потому что мы уже, в принципе, почти там. Ну, то есть, смотрите, вот мы путь проделали. При том, что практически не шли. Это мы... Вон там, по-моему, наше логово. Ну, то есть, наше стае. Мы же теперь вождь племени. Приеклингов. Прикольно. Так, надо сначала, я думаю, переночевать у них. Потому что днем как-то вообще не особо хорошо мне живется. А ближе к вечеру уже огорошим новостями, что мне от них нужно. Пришли вообще с какой-то непонятной стороны, конечно. Ну, ладно. О, тут уже людно. Так, ну ты сиди пока, отдыхай. А я... Хотя... Давайте сразу поговорим. Здравствуй. Так, драгоны вернулись. Ну, скалы уничтожили. У меня был разговор с Хермеосом Морой. Ему нужны тайны скалов. Хермеос Мора. Водитель Херма Мора himself. Так он и основа Нирак. Конечно. Конечно. У нас много рассказов о Хермеос Мора, пытаясь нам вставить вставить свои секреты к нему. И теперь он опять приходит, за то, что мы долго держим от него. Водитель Хермеос Морой. Открылся от шамона до шамона, сенси Олмейкер впервые дали Солстайм к скалу. Как говорить с водой, как слушать к земле. Это наши секреты. Ничего из мощи или мастерства. Мы его знаем как Херма Мора, демона знания. Он согласился обучить меня слову Крико Мирико, только на этих условиях. Так что он встает мне, чтобы быть человеком, чтобы отдать секреты к нашему антикому врагу. Я не знаю, если я имею в силу, чтобы его противник. С Нираком коррупцией из стены, сонность земли будет разрушена, и наша связь с Олмейкером будет разрушена. Я восстановлю оставшиеся камни, если это поможет. Это может быть. Это может быть. И я буду думать о том, что вы просите от меня, чтобы решить, если это нужно, или просто другая из Херма Мора. с Херма Мора. Ну, окей. Так. С помощью Нелота мне удалось получить доступ к черной книге. Так. Он обещал обучить меня третьего, но лишь в обмен. Ну. Я даже не знаю. Это похоже, дополнительные задания у нас идут. Да. Давай еще поговорим. С земли отсутствуют баланса. Неракс power still corrupts the sacred stones. Ты готов обменять свои секреты на знания Херма Мора? Нет. Я still too weak to face him. It will take all my strength, if I am too forcing to hold to his bargain. You must cleanse the other stones, so that I can draw power from the old maker. Ну, понятно, короче говоря. May darkness never touch you. Хорошо. Ну, договорились, старик. Придется заняться мне этими камешками. В принципе, это не так же сложно. Тем более, давно уже хотел вернуться в свой домик в Рейвенроке. Так, ну, это у нас получается один камень здесь. Один здесь. Давайте к своему убежищу придем сначала, перед ночуем, а потом уже будем разбираться со всем этим. Блин, ну прикольно. Сюжет основной как-то очень и очень даже меня просто дико доставляет. Пока совершенно не хочу браться за вот этот вот сбор брони, как там вот его пирата звали. Честно говоря, я как шлем увидел, мне сразу расхотелось. Может быть, может быть, оно все крутое, но при этом, блин, я не могу, если броня тупо выглядит, я не могу ее носить. Так, хорошо, Рейвенрок. Что нам может понадобиться в Рейвенроке? В принципе, да ничего. Так попробую сковать что-нибудь, ну, то есть мы же кости дракона взяли, посмотреть, что там требуется за драконий. Драконьево оружие. Так, я надеюсь, дождь никто не тронет. он охранник идет. Так, уважаемый, он со мной. Виолет, спокойно, это наш. Сколько он с ними воевал, да? Офигеть просто. Ох, что эти дома. Так, зайдем в кузнечную, где здесь я не помню, что-то ковать. Я уж так давно не ковал, что кузница. Так, драконий. Костяной кинжал. Урон 29. Так, полоски кожи. Давайте костяной лук заделаем. Нужно лебонитовые слитки. Еще один. Еще одна драконий кость. Так, но у меня сейчас ничего нет. Окей. Костяной меч, в принципе, можно было бы сделать, но я пользуюсь кинжалами, поэтому, я не знаю, я лучше останусь своим, потому что, что кленок горя, хотя кленок горя можно поменять, конечно. Давайте вот это скуем для начала. Полоски кожи, сейчас купим у него. Так, Элнорд. Не сюда. Только лучшее оружие и броня. Эбонитов нет. Эбонитов, кстати, есть тоже. Возьмем парочку. Так, полоски кожи. Возьмем, чтоб 5. Более много нам не надо, у нас что там. Уайт ранее еще лежат. Так, ну я думаю, что драконий костей у тебя нет. так было бы тупо. У меня их в ящике лежит дофигища, так что потом можно будет сгонять вайт раный. Позаботься об этом. Так. А почему бы нам не взять драконий костяной меч в одну руку? Я не знаю. Блин, просто с двумя кинжалами в руках. Нет, я лучше возьму костяной меч в одну руку, а во второй будет будет планироваться. Так что познакомьтесь, это наше новое оружие. Прокачать бы, конечно, потому что пока что урон не особо. Еще нужно одну драконию кость. Может, этим заняться сейчас? Да ничего не нужно, успокойся, елки-палки. За 15 секунд три фразы, это лишнее. Давайте сбегаем в Байтран. Заделаем себе крутой лук, крутой меч и потом уже вернемся сюда. В принципе, я думаю, будет нормально. Потому что, кроме всего прочего, я еще и соскучился по обычному Скайдину. Он суть в кучу. Так, болезней. Ты, по-моему. Нет. Что-то я подзабыл уже. А, ну да, точно. Да у тебя кожа белая, как снег. Ты солнце боишься, или что? Да, я солнце боюсь. Скорим, пожалуйста. Держи свои 250 золотых. Дорого просит, кстати, да? Барыга. Маски эти все я так и не нашел, как вы помните. Он-то черный меня больше всего привлекает. Я бы тупо в ней ходил бы просто. Она не факт, что дает хорошие статы, но при этом круто выглядит. Хотя деревянная тоже неплохая у меня в ящике лежит там. Наконец-то. Берем, что и дождь пошел? Заморские посевы побьем. О, капец. Вот он, мой домик. О, что тут произошло? Со мной поехал, что ли? Для них это, я думаю, в дикую ветку. Они таких тут точно не видели. Реклинги. Прикольно. Надеюсь, Лидия на него сейчас не нападет в панике. О, так. Вот он, мой дом, милый дом. ознакомься, Дош. Наши конура. Прикольно. Так, Лидия. Лидия, спокойно. Он с нами. Короче говоря, так, сундук. В сундуке чего только нет. Фалмерскую можно взять. Она очень крутая, но, блин, я не знаю. Здесь дракония. Давайте лучше в этом походим. Вид у него мне не особо нравится, но, в принципе, я уже соскучился по этой броне. Ой, зачем он укинул? Укидывай. Такая вот броня. Самая крутая броня в игре, насколько я знаю. Теперь, давайте, понакидаем все, что не нужно. Это все, конечно, нужно будет продать. Вот это, почему-то, не выкидывается. Типа, он квест, я не знаю, правда, для какого квеста он нужен. Так, одежда. Выкинем, выкинем. Окей. Это пусть лежит. Так, еще нам нужно, вот маски, вот эти крутые. Незнакомая энергия. Прикольно. Так, мне нужны драконьи кости. Еще бы знать, где она. Может, она вообще не тут. Все ненужные зелья. Так, а это костяной коготь. Да, явно не тут, потому что здесь вроде как все по алфавиту идет, да? Сердце до ядра. Тоже крутая вещь. Если бы я была алхимиком, я бы сейчас просто в обморок упал от того, насколько крутые вещи у меня лежат. Так. Я не знаю, что это такое, что он тут делает. Так, хорошо. Ну, короче, здесь похоже, а вот здесь что-то еще есть. Может быть, мне, кстати говоря, взять вот эти перчатки теней, потому что удар в спину наносит вдвое больше урона. Давайте возьмем сапоги теней, возьмем. Что еще нам может понадобиться? лук Ауриэля. Не больно-то он нужен, конечно, но солнце можно тушить, по идее, поэтому возьмем. Да вообще даже вот это вот не возьмем, не надо. Так, короче говоря, где же могут быть кости драконии? Здесь у нас книжки лежат всякие ненужные. Блин, зачем мне тарелка? Здесь тоже записки в основном. Что-то такое ощущение, что драконию кости я куда-то положил вдалеко, так что сам не найду теперь. Так, сейчас посмотрим до конца еще раз. Если нет, придется по-новому добывать где-то, потому что не помню, где они. По-моему, здесь были. Ты посмотри, сколько у нас всякого тут. Ты обалдеть просто. Так, вот, тут мы остановились. Да, тут уже одежда архимага. Окей. Так, пойдем, Дош. В комоде что? В комоде золото, кстати говоря. Так. Драконья чешуя. Не знаю, куда вам все подевалось. Фигота всякая. В тумбочке то же самое. Ну, больше вроде как негде, поэтому сейчас будем выдвигаться обратно. Хотя бы за броней сходили. Уже неплохо. Заодно посмотрели, что у нас тут есть, потому что многие давно просили моментарь показать после стольких странствий. Так, тут опять всякая фигота лежит. Ладно, так. Нет, лукой свиньи отдам. Хорошо. Ну, поехали обратно, что ли, в салстей. Хорошо, вроде приехали. Так, сагонение. дожь. Дормидон. Дормидон. Что завтыкал? Скорее, мне понравилось, что ли? Бежит. Так, хорошо. Вон там, кстати говоря, еще один камень, надо бы его сейчас разобрать сразу. В общем, съезд как-то несолоных или бамши, драконьих костей я там не нашел, я не знаю, где они находятся. Но, по крайней мере, взяли свою драконью броню. Выглядит она что надо. Защита у нее какая вообще? С38, 50, 50. Круто. Видок такой, конечно. Ого-го. Так, каким, каким криком мы ломали? Ребята, по-моему, пора прекращать работать, потому что вы уже устали. Так, поглощение в воле, насколько я помню. Все, отлично, вы свободны. А теперь вы умрете, потому что оттуда опять полезет какая-нибудь страшная хрень. Вот так. Да, я думаю, заломает. Вот бойцы у нас сильные. Хотя, кинжальчик наш разрядился. Пора отступить маленько. Народ весь ушел, что ли? Э, бойцы, куда подевались-то? Сломал его? У отца. Вот так вот, дядя. Приколе. Еще один. Так, я надеюсь, ты живой. Я тебе сейчас скотина за него. Нет, нельзя. Ты живой, нет? Фу, я уж испугался. Кстати говоря, давайте мы попробуем дать какое-нибудь новое оружие. Дармидон, иди сюда. Так, я хочу обменяться с тобой вещами. Дать ему на тебе рулетик еще один, копье и вот так вот. А, блин, ну ты же, я тебе... Я у тебя все забрал. Не круто. Давайте, болтов две мерзких дам. Нет, дать железных стрел хоть опользуйся потом. Так, все забирай, к чертовой матери. Нормально. Так, нож, сладкий рулет, я тебя обязан вернуть. Второй съем. че, норм? Че-то ничего не достал. Сейчас посмотрим. Похоже, такое ощущение, что я в него главное оружие его забрал. Так, ну осталось у нас один, я так понимаю. Подожди. Оружие. Да, вроде все нормально. Блин, мне сейчас посмотреть какой-то. Может, он мечом сможет драться, я сомневаюсь, конечно. Ладошки-то маленькие. Давайте попробуем дать ему кинжальчик. Да, блин, дать, елки-палки. Хорошо, копии свои достал, уже неплохо. Так, еще один у нас остался вот тут вот. Это, я думаю, в сегодняшнюю серию успеем добраться. Погнали. В домик потом уже зайдем, потому что в Рейвенроке у меня еще есть дела. с этой стороны, насколько я помню, я еще не обходил. Хотя, нет, здесь же у нас где-то находится крепость, вроде как, в которой бандиты обитали. А, ну, вот она. Ну, они обитали, то есть мы их уже порубали в клочья. Прибой прикольно сделали. Нормидонт? Ты что там остался, что ли? Где мой воин? Вон, бежит. Подожди, говорит, хозяин. Я уж волноваться начал. Второй раз за эту серию. Первый раз, когда тебя чуть не убили, я так понял. Убить его вроде как не могут, я посмотрел, он вроде как уже убитый был, то есть лежал, но при этом не до конца. То есть маленькая жизнь остается. Это круто. Подмочили ноги. А ты как? Опять задумался. Ну, ладно. Курган блацкал. Прикольное место было. Ну, сейчас вроде спокойно все. Так, вот тут дальше я еще не был. Мне опять придется похоже по колену в воде идти. Кто где? Кто-то есть. вот это же прекрасный повод проверить кое-чего. Ну, в клочья не порвало, но убило. Да, получилось. В клочья порвало? Офигеть. Ну, прикольно. Это так-то был мой любимый ум. А теперь его испепелило просто. Да. Дела. Надо будет клинок горя зарядить, но потом это чья лодка. Так, дождь у нас похоже вообще где-то там остался. Да ладно. Догонят потом. Сало. Воду бург. Но его не свинтил, кстати говоря. бург. Ну, давай. Так, бесовский гриб. Бивень кабана, золото и мясо кабана. Свинину возьмем, пожалуй. Ты кто? тихо, тихо. 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 Спокойно. Смотри, хвостом виляет, да? тихо, не бойся меня. Малин, я хочу его. Хочу себе. Ты смотри, какая зверюга. Я его напугал, по-моему, своими криками. Болин. Ты успокойся. Сейчас он до 6 еще увидит. Вообще в истерике будет просто о такой компании. Это он поубивал, что ли? Волков. Блин, иди сюда. А его подлечить можно? Это интересно. Давайте попробуем. Так, восстановление. Нет, похоже, себя лечу. Ну, ладно. попробовать стволы. Пес, успокойся, ну. Ладно. Шут с тобой, раз не хочешь. Он за мной идет, что ли? ладно. Спокойно. Спокойно. Смотри, за нами идет, да? Ага. Прикольно. Поодаль держится. Так, вон там у нас еще один камень. как туда подняться, я не знаю. Идет. И здесь слишком много крутых мест, которые я хочу посмотреть. Поэтому давайте завершим на этом серию. В следующей продолжим двигаться куда-то туда. Сначала, я думаю, посмотрим, что на этой ладье. это все будет завтра. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok